Сочи представлен на соревнованиях 50 спортсменами. Ксения в красном обмундировании – одна из спортивных надежд команды. В первом круге Сочинке досталась сильная соперница из Адыгеи, но благодаря технике и четким ударам – доли очаги и нери очаги, за эти приемы дается высший бал. Ксюша одержала победу. Волнение перед боем довольно-таки страшновато, потому что ты не знаешь, кто перед тобой выйдет. Но я настраиваю себя тем, что я знаю, что выйдет противник, который тренируется так же, как и я. Который такой же человек, как и я все-таки. Это же свой город, свой родной. Нужно отстаивать честь своего города. Это более ответственно. Тренирует Ксению Макущенко Вадим Бадалян, президент Федерации Тхэквондо города Сочи, которая совместно с городским департаментом спорта и стала организатором открытого первенства. Команда города Сочи представлена 50 спортсменами, где-то чуть больше. Ребята готовы, максимально постараемся, так как с одной стороны стены помогают родному дому, с другой стороны довольно-таки серьезно мы готовились, старались. Чтобы они шли правильной дорогой, ввели здоровый образ жизни, чтобы они ценили дружбу, честь, достоинство. Что же касается организации самих соревнований, то они проходят на самом современном уровне с использованием электронных устройств в системе судейства. Спорт информационные технологии внедрились достаточно давно, но в ударных единоборствах и в том числе в Олимпийском. Тхэквондо ВТФ – система особенная. Здесь для оценки ударов в туловище применяются специальные электронные жилеты с датчиками, которые сами регистрируют удары без участия судей. А чтобы определить, какой ударной поверхностью наносится удар, на ноги спортсмены одевают электронные футы со специальным напылением. Приборы мгновенно передают информацию об ударе на сервер, который и осуществляет их окончательную обработку. И шлем тоже электронный, тоже заправляется электронным датчиком. Это касание ногой, оттениваются 3 балла. Если касание в жилет, в живот, жилет оттенивают 2 балла. Если с разворота за сложность техники, один балл добавляется в корпус. Если с разворота удар в голову прошел, то электроника оттенивает 3 балла. И еще добавочный балл за сложность техники. Благодаря вот этой системе спортсмены очень грамотно стали работать. И спорных моментов, и человеческого фактора меньше стало. Итоги открытого первенства Сочи под Хэквондо ВТФ Black Sea Cup с помощью электронного судейства подведут уже завтра, 25 ноября.